Модные тренды в мире танцев исполняют ученики 30-й гимназии. В единое целое с музыкой они слились год назад. Тогда в школе заработал танцевальный клуб. Идея его создания – инициатива ребятишек. Обучение начали с популярного «гоу-гоу». В это направление входит сразу несколько современных стилей. И уже потом каждый из активистов привнёс что-то своё, авторское. Мне нравится кей-поп. Это корейский жанр музыки. Там песни, танцы на них снимают. Я этим занимаюсь. Репетиции проходят регулярно – 2-3 раза в неделю. Отработать более сложные связки помогает хореограф. Занимаясь с детьми, Светлана Валентиновна заметила – танцы сближают. Коллектив становится дружнее. Все переживания уходят на второй план. Они радостные. Они меняются. Они очень дружные. Они сплочённость. Они друг за друга. Прямо горой стоят. Если у кого-то не получается, они остаются, показывают. Пока не получится, они домой, наверное, не уходят. Родители теряют их, звонят мне. Но пока они не добьются результата, они не уходят. Свою лепту в развитии этого направления внесли и родители. Они подсобили с покупкой оборудования. Так в школе появилась большая колонка со светомузыкой. Она качует вместе с ребятами из актового зала в рекреации. Своими ритмичными движениями юные танцоры завлекают сверстников. Мы абсолютно уверены в том, что когда есть дружба, когда есть танцы, когда есть вот такой позитив, нет буллинга, нет травли, нет, может быть, разногласий каких-то среди детей. У нас родители вовлечены в этот процесс, бабушки, дедушки. То есть школа стала таким центром притяжения даже жителей микрорайона. То есть колонки выносятся на улицу, такая танцплощадка организуется на территории школы. В общем, вот все вовлечены в танцы, танцуют все. Охватить постарались не только городские школы. Оборудование также поступило в образовательные организации Индинского, Чердоклинского и Целенинского районов.